Домой приехав, пистолеты он осмотрел, Потом вложил опять их в ящик И раздетый при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, В нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо. Его стихи полны любовной чепухи. Звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару, Как Дельвик, пьяный на перу. Стихи на случай сохранились. Я их имею, вот они. Куда? Куда вы удалились весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он. Нет нужды прав судьбы закон. Поду ли я стрелой пронзенной? Иль мимо пролетит она все благо? В день ей сна приходит час определенный. Благословен и день забот. Благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деньницы. И заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы сойду В таинственную сень. И память юного поэта поглотит Медленное лето. Забудет мир меня. Но ты придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней урной? И думать, он меня любил, Он мне единый посвятил Рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди, я твой супруг. Так он писал, темно и вяло, Что романтизмом мы зовем. Хоть романтизма тут немало, Не вижу я. Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, Склонясь усталой головою, На модном слове «идеал» Тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием Он позабылся. Уж сосед в безмолвный Входит в кабинет И будет Ленского воззванием. Пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время Мертвым сном. Уже редеют ночи тени И встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко. Уж солнце катится высоко, И перелетная метель Блестит и вьется, Но постель еще Евгений Не покинул. Еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он И пол из ависа раздевинул, Глядит и видит, что пора Давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, Вбегает к нему слуга Француз Гилье, Халат и туфли предлагает И подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, Слуге велит, Приготовляться с ним вместе, Ехать и с собой взять Также ящик боевой. Готовы санки беговые, Он сел, На мельницу летит, Примчались. Он, слуге велит, Лепажа стволы роковые, Нести за ним, А лошадян отъехать в поле К двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем, Механик деревенский, Зарецкий, Жернов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, Молвил с изумлением Зарецкий, Где ваш секундант? В дуэлях классик Эпидант Любил методу он Из чувства, И человека Растянуть он позволял Не как-нибудь, Но в строгих Правилах искусства. По всем преданиям старины, Что похвалять мы В нем должны. Мой секундант, Сказал Евгений, Вот он, Мой друг, Месье Гио. Я не предвижу Возражений на представление мое, Хоть человек он неизвестный, Но уж, конечно, Малый, честный. Зарецкий губы закусил, Онегин Ленского спросил, Что ж, начинать? Начнем, пожалуй, Казал Владимир. И пошли. За мельницу. Пока вдали Зарецкий наш И честный Малый Вступили в важный договор, Враги стоят По тупе взор. Враги. Давно ли друг от друга Их жажды крови отвела? Давно ли они Часы досуга, Трапезу, Мысли и дела Делили дружно? Ныне злобно, Врагам, Наследственным, Подобно, Как в страшном, Непонятном сне Они друг другу В тишине Готовит гибель Хладнокровно. Не засмеяться ли им Пока Не обогрелась их рука? Не разойтиться ли Полюбовно? Но дико светская Вражда Боится Ложного Стыда. Вот пистолеты Уж блеснули, Гремит Ошомпал молоток, В граненый ствол Уходят пули И щелкнул В первый раз Курок. Вот порох Струйкой сероватой На полку сыплется, Зубчатый Надежно Ввинченный Кремень Взведен еще, За ближний пень Становится Гилье Смущенный, Плащи Бросают Два врага, Зарецкий Тридцать Два Шага Отмерил С точностью Отменной, Друзей Развел Покрайний След И каждый Взял Свой Пистолет. Теперь Сходитесь Хладнокровно Ищеницеля Два врага, Походкой Твердой Тихо Ровно Четыре Перешли Шага Четыре Смертные Ступени. Свой Пистолет Тогда Евгений Не приставая Наступать Стал Первый Тихо Подымать. Вот Пять Шагов Еще Ступили И Ленской Жмуря Левый Глаз Стал Так же Целить Но Как Раз Онегин Выстрелил. Пробили Часы Урочные Поэт Роняет Молча Пистолет На Грудь Кладет Тихонько Руку И Падает Туманный Взор Изображает Смерть Не Муку Так Медленно По Скату Гор На Солнце Искрами Блистая Спадает Глыба Снеговая Мгновенным Холодом Облит Онегин К юноше Спешит Глядит Зовет Его Напрасно Его Уж Нет Молодой Певец Нашел Безвременный Конец Дохнула Буря Цвет Прекрасный Увял На Утренней Заре Потух Огонь На Алтаре Недвижим Он Лежал И Странен Был Томный Мир Его Чела Под Грудь Он Был На Вылет Ранен Дымясь Из Раны Кровь Текла Тому Назад Одно Мгновенье Всем Сердце Билось Вдохновенье Вражда Надежда И любовь Играла Жизнь Кипела Кровь Теперь Учтить оплошного врага, Приятно зреть, как он упрямо, Склонив бодливые рога, Невольно в зеркало глядиться И узнавать себя, стыдиться. Приятней, если он, друзья, Заводит сдуру, это я. Еще приятнее в молчанье Ему готовить честный гроб И тихо целить В бледный лоб, на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам Едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом Сражен приятель молодой, Нескромным взглядом или ответом, Или безделице иной, Вас оскорбивший за бутылкой, И даже сам в досаде пылкой, Вас гордо вызвавший на бой, Скажите вашей душой, какое чувство овладеет, Когда недвижим на земле, Пред вами смертью на челе Он постепенно костенеет. Когда он глух и молчалив На ваш отчаянный призыв, В тоске сердечных угрызений, Рукой стиснув пистолет, Глядит на Ленского и Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед. Убит, с им страшным восклицанием, Сражен Онегин, с содроганием Отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет На сане труп оледенелый, Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храпят, И бьются кони пеной белой, Стальные мочат у дела, И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль, поэта, В отсвете радостных надежд, Их, не свершив еще для света, Чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление, Чувствие мыслей молодых, Высоких, нежных, удалых? Где бурной любви желанья, И жажда знаний, и труда, И страх порока, и стыда? И вы, заветное мечтание, Вы, призрак жизни неземной, Вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира, Или хоть для славы был рожден, Его умолкнувшая лира, Гремучий непрерывный звон В веках поднять могла? Поэта, быть может, на ступенях света Ждала высокая ступень, Его страдальческая тень, быть может, Унесла с собою святую тайну, И для нас погиб животворящий глаз, И за могильной чертой К ней не дамчится гимн времен, Благословения племен. А может быть и то, Поэта обыкновенный ждал удел, Прошли бы юношество лета, В нем пыл души бы охладел, Во многом он бы изменился, Расстался б с музами, Женился. В деревне счастлив и рогат, Носил бы стеганный халат, Узнал бы жизнь на самом деле, Подагруп в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел, И, наконец, в своей постели Скончался посреди детей, Плаксивых баб и лекарей. Но что бы ни было, читатель, увы, Любовник молодой, поэт задумчивый, Мечтатель убит приятельской рукой. Есть место. Влево от селения, Где жил питомец вдохновения, Две сосны корнями срослись. Под ними струйки Извелись ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, И жницы в волны погружать Приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой Поставлен памятник простой. Пред ним, как начинает капать Весенний дождь, на злак полей, Пастух, плетя свой пестрый лапоть, Поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, В деревне лето провождая, Когда стремглав верхом Она несется, По полям одна коня Пред ним остановляет. Пременный повод натянув, И флер от шляпы отвернув, Глазами беглыми Читает простую надпись. И слеза туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле, В мечтание погрузясь она. Душа в ней долго по неволе Судьбой Ленского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало. В ней сердце долго ли страдало? Или скоро слез прошла пора? И где теперь ее сестра? И где ж беглец людей света, Красавец модных, модный враг? Итак, где этот пасмурный чудак, Убийца юного поэта? Со временем отчет я вам Подробно обо всем отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, Хоть возвращусь к нему, конечно, Но мне теперь не до него. Лита к суровой прозе клонит, Лита шалунью рифму гонит. И я со вздохом признаюсь, За ней ленивей волочусь. Перу старинной нет охоты Морать летучие листы. Другие — хладные мечты, Другие — строгие заботы. И в шуме света, и в тиши Тревожит сон моей души. Познал я глаз иных желаний, Познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, А старой мне печаль и жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду наконец увял, Увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле Без эллигических затей Весна моих промчалась дней? Что я шутя твердил доселе? И ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро тридцать лет? Так полдень мой настал, И нужно мне в том сознаться, Вижу я. Но так и быть. Простимся дружно, О юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, За грусть, за милые мучения, За шум, за бурь, за пиры, За все, за все твои дары. Благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине Я насладился и вполне довольна. С ясной душой упускаюсь ныне В новый путь От жизни прошлой отдохнуть. Да, я глянусь. Простите ж, сени, Где дни мои текли в глуши, Исполнены страстей и лени, И снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, Волнуй мое воображение, Дремоту сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не дай остыть, душе поэта, Ожесточиться, очерстветь И, наконец, окаменеть В мертвящем упоенье света Всем омуте, где с вами я Купаюсь, милые дни.